Ну и поехали наши дела. Меня что-то в последнее время одолевают много, очень много. Я скажу, людей пишут мне на Телеграм, что мы там это сделали, мы то сделали. Что-то мы пробиваем действительно так. Так и есть. Что-то смотрим, что-то лапшу на уши вешают. Но сделано очень много, надо сказать. Просто невероятно. Давайте я вам расскажу. И скоро вся программа, наверное, будет из того, из тех акций, операций и так далее. Иркутская область, станция Тайшет, дважды на станции Иркутск-1, дважды в Саратскую область, на станции Трофимовский-1, Трофимовский-2 текло дизельное топливо. То есть, везде дырявят цесерные, везде течет нефть. Ну, нефть хуже течет, там сечение надо огромное, да. Потому что сырая нефть. Вот недавно товарищи мне писали, что они просверлили эту бочку раз десять, блядь, из нее ничего не течет, да. Потому что, ну, нефть, наверное, там совсем плохая. Очень много битума, сразу все забивается и все. Поэтому они говорят, мы, в общем, это дело трахали, больше не будем нефть там. Ну, понять, что бочка с нефтью, конечно, очень легко, потому что потеки будут очень серьезные. Если возят что-то более, какие-то легкие фракции, да, то пропаривают бочку. Ну, после нефти, я вообще не знаю, пропаривает ее кто-то, нет ее, можно пропарить. Обычно есть такой метод, да, и вот там, допустим, в Саратове, на Увеке, где я иногда исполнял обязанности участкового, потому что участок у меня был крекинг, но на Увеке вечно не было участкового, поэтому там была пропарка. И это было золотое дно, потому что в каждом, в каждой бочке оставался бензин. Вот, и там эти, кто пропаривал, они прежде ходили там со шлангом, бензин там засасывали. Ну, и приблизительно с каждой такой бочки там, ну, несколько канистр таких больших, 25-литровых, был много достаточно. Я уж не помню, сколько там, ну, что-то дофига, врать не буду, там больше 100 литров точно. И поэтому я говорю всегда, если вы видите, что она грязная, то не трогайте ее, из нее ничего не потечет. В Екатеринбурге тек газолин, это уже нормально. Курская область, произошел пожар в трехкомнатной квартире. А почему мы сюда это внесли, да, потому что там подожгли релейную, которая находится в здании вокзала, да, и там же находилась в здании вокзала квартира. Никто, конечно, об этом не мог знать, но, в общем, вот такая ситуация. В Свердловской области, ну, может быть, кстати, релейная и сама там загорелась, замкнула. Ну, мы насчет этого информации не имеем, это предположение. В Свердловской области на станции Серов сортировочной горели деревянные шпалы. И достаточно много этих деревянных шпал, 200 квадратных метров. Только сколько кубов там не написано. Ну, шпалы хорошо горят, даже пропитанные криозотом прекрасно горят, имейте это в виду. И, в общем-то, нормальный ущерб. В Пермском крае открутили более 200 пружин клеем и монорегуляторов. Да, скорость движения по участку была снижена до 40 км в час. В Волгоградской области ложная занятость рельсового пути путем наложения проволоки между стрелочными переводами. В Волгоградская область, опять же, из-за технической неисправности сгорел тепловоз. Тепловозы по несколько штук каждый день горят. Имейте в виду, что их скоро не будет у путинцев. Да, и это правильно. В Иркутской области горел электровоз в составе охраняемого грузового поезда. Система сигнализации пожаротушения не сработала. Очень хорошо. В Оренбургской и Челябинской области подожгли траву, привлекались пожарные поезда. В Брянской и Калужской областях обнаружены выгоревшие релейные шкафы. Причина – поджог. В Московской области на станции Гжель посторонние лица повредили путевой ящик рельсовой цепи. В Удмуртии на станции Амзя стащили тормозной башмак. Да, то есть по башмакам понеслась вообще. Еще раз напоминаю, операция «Башмак» должна быть самой эффективной. Понимаете, да, если не будет башмаков, то как они будут составлять поезда? А башмаки очень легко все похитить. Ну, пусть они даже, когда уже нельзя будет похищать, они будут с ними там ходить, с этими башмаками в обнимку. И будет больше людей этим заниматься. Будет больше времени они будут тратить. В любом случае, это страшная задержка. Новосибирская область грузовой поезд применил экстренные торможения из-за наложенных на рельсы профильных металлических труб. В Ленинградской области подростки закинули на пути металлическую продуктовую тележку. Пошла мода на тележке. То есть тележки на пути вызывают остановку поезда. Ничего страшного не происходит. Да, поезд никуда не сходит с рельсов. Остановка и задержки пошли. Очень-очень просто. Это не первый случай, надо сказать. Так. В Башкирии, Перском, Край-Нежгородской, Челябинской, Рязанской областях горела трава. В полосе отвода, ну, вдоль железной дороги. В Архангельской области горел вагон хозяйственного поезда. В Ростове на двух вокзалах города Ишкале взрывное устройство после анонимного звонка о минировании. В Московской области посторонними лицами поврежден стрелочный перевод. Раз, так, 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 ну, в общем, короче, задерживали 44 электрички, 50 пассажиров, 75 грузовых поездов. Скоростной поезд «Ласочка» применил экстренное торможение за продуктовые тележки на путях в Нижегородской области. Обратите внимание, понеслась эти продуктовые тележки и башмаки. Это очень интересно. В Рязанской области пожарный поезд привлекался для тушения пилорамы в поселке Кустаревка. Вот так мы узнали, что в поселке Кустаревка сгорел пилорама. Никаких сообщений не было. Ни дня без пилорамы. В Ярославле неизвестными лицами разоборудована коробка СЦБ, похищен трансформатор, предназначенный для питания рельсовых цепей. В Москве машинист-тепловоз доложил, что на перегоне Царицын красный строитель неустановленные лица совершают противоправные действия в районе путевых коробок СЦБ. Один из нарушителей был задержан локомотивной бригадой и передан сотрудникам по станции Подольск. Установлены посторонними лицами, вырваны бруски, крепления и закорочены перемычки на путевом ящике рельсовых цепей. Будьте внимательны. Да, то есть, обязательно кто-то на шухере должен быть. Санкт-Петербург, ложная занятость путей, захищение 20 метров кабеля блокировки. Кстати, это интересно. То есть, не просто перебить кабель, кусок 20 метров похитить. Ну, отрезали и выкинули его. А чтобы это восстановить, им надо где-то кабель искать, соединять и всё такое прочее. В Хабаровском крае машинист грузового пояса применил экстренные торможения из-за газового баллона на путях. Тоже интересно. Поставили газовый баллон вертикально, чтобы они его точно видели. И всё, будут все тормозить. В Новосибирской области текло дизельное топливо, в Иркутске углеводороды жидкие текли, в Калужской области полностью выгорели два релейных шкафа. Причина поджог сообщений о минировании железнодорожного вокзала Москва-Ленинградская. В пригороде Брянска вывели из строя стрелочный перевод. В Читинской области побили линзы карликовых светофоров. В Красноярском крае машинист депо обнаружил тормозной башмак, установленный на рельс. В ходе проверки выяснилось, что башмак со станции Чита-1 приехал. Представляете, Красноярский край приехал из Читы. В Кургане машинист грузового пояса применил экстренные торможения для предотвращения наезда на направляющие столбики переезда, наложенные на рельсы. Вот можете себе представить, это я вам зачитал. Уикенд, так скажем, какой был. Да, то есть, ну, конечно, все подрастающе идет, и надо принимать в этом участие. Да, то есть, вот обратите внимание, сколько всего сделано, только в одном случае одного человека поймали, и то бригада локомотивная, да, не полиция, никто. То есть, нужно очень внимательно, когда что-то делаете, наблюдать. Великий Устюг, Вологодская область. Сгорел, пишет, котельная на фотографиях, пилорама, 188 метров. В Бурятии сгорел магазин «Огонек», хорошее название, да? Андрей пишет, кому вообще в голову могло прийти деревянный магазин «Огонек» назвать? Ну да, так, трансформатор очередной взорвался, микрорайон Заречный, Тюмень, остался без света Заречный, Ярославль. Трансформатор взорвался, и, в общем-то, пожар случился на производстве. Трансформатор взорвался в Мурманске, выгорел полностью, тоже там все сидят без света. Копейск, Щелябинской области, склад запчастей сгорел нафиг, да? Иваново, строительный мусор загорелся рядом с магазином «Ашан», но, видите, вроде как потушили. А так вообще интересная перспектива была. Казани что-то взорвалось, но это еще вот позавчера, или вчера, в районе танкового полигона очень много дыма было. Белгородская область, да, ну, на ТЭЦ произошел пожар, полгорода осталось без света, ну, считается, что это удар беспилотника. Меня просят прокомментировать, и пишут мне в личку, в телеграм и так далее. Я спрашиваю, кто вы, зачем вам это комментировать? Я, честно говоря, я не знаю, кто там пошалил так, ну, пошалили очень хорошо, конечно. То есть, я допускаю вполне, что это украинцы, да, может быть, партизаны, кто угодно может быть, да. И стало известно еще об одном самодельном взрывном устройстве, сброшенном на ТЭС под Белгородом, да, и так далее, и так далее. И, в общем, ну, вы результат знаете, в Белгородской области, то есть, на многих объектах нет света, потому что разбомбили нафиг этот ТЭС, да. Ну, очень эффективно сработано.